Завершается. Я прошу всех вернуться в зал для участия в голосовании. Проведем регистрацию. Пожалуйста, включите режим регистрации. Покажите результат регистрации. Кворум имеется. Продолжаем нашу работу. Я объявляю час голосования. Прошу приготовиться. Второй вопрос. Повестки. Проект постановления Государственной Думы о внесении изменений в план проведения правительственного часа на осеннюю сессию Государственной Думы 2013 года. Включите режим голосования. Да. Покажите результат. Постановление принимается. Третий вопрос. Проект федерального закона Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесения изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. По данному вопросу имеется два проекта постановления, альтернативных. Ставлю на голосование проект постановления, предложенный депутатом Кононовым. Кононовым Владимиром Михайловичем. Одну секунду. Поведение Сергея Николаевича Терешульский. Спасибо большое. Здесь написано, что комитет вносит. Я бы хотел уточнить, кто члены комитета. Здесь у нас второй проект постановления. Четыре депутата комитета этого же вносят. Кто вообще за то, что вносит комитет, голосовал, поддерживал это? Нельзя ли нам это пофамильно-то узнать? Одиннадцать отнять четыре, уже семь остается. Я не знаю, как там справедливая Россия, их двое, ЛДПР один. Где тут комитет? Сколько? Каким опросом, что ли, делали? Ну, как-то уточнить надо. Можно это пояснение? Вы хотите, чтобы Владимир Михайлович комментировал? Да, рассказал, кто участвовал тогда. Владимир Михайлович Кононов, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Ну, в вопросе прозвучал и ответ. Опросом, только не одиннадцать, а девять. Я назову фамилии Кононов, Дегтярев Александр Николаевич, Богомаз Александр Васильевич, Михаил Владимирович Дегтярев, Чепа Алексей Васильевич. Вот, и также у меня был разговор с Владимиром Александровичем Черешневым. Вот то, что, поэтому, получается, пять из девяти. Пять из девяти, Николай Васильевич. Да. Девять человек. Ну, я еще раз говорю, девять человек. Спасибо. Ставлю на голосование проект постановления, предложенный Владимир Михайловичем Кононовым. Включите режим голосования и результаты голосования не показывайте. Что такое? Результаты не показывайте. Спасибо. Ставлю на голосование проект постановления, предложенный депутатом Новиковым. Включите режим голосования и также результаты не показывайте. Включите режим голосования и результаты голосования по проекту постановления, предложенному депутатом Кононовым. 268. 268. Спасибо. Покажите результаты голосования по проекту постановления, предложенному депутатом Новиком. 167. За основу принимается проект постановления, предложенный депутатом Кононовым. К данному проекту постановления поступила одна поправка. Да, прошу прощения. Нет. Одна поправка. Предложенная депутатом Новиковым. Прошу, пожалуйста, включите микрофон. Депутат Новиков. Уважаемые коллеги, сегодняшним голосованием, достаточно дружным голосованием за перевод законопроекта во второе чтение, мы с вами фактически признали тот факт, что его принятие во втором чтении в июле месяце было поспешным, необдуманным и осталось много вопросов, которые закон требовал урегулировать. Именно для урегулирования этих вопросов мы сегодня переводим законопроект во второе чтение. Но для того, чтобы провести нормальную работу, всем депутатам нужно время. Нужно время для того, чтобы еще раз законопроект изучить, собрать предложение общественности, она взбудоражена с данным законопроектом, подготовить поправки, обсудить их с научной общественностью и затем еще раз их подробно на комитете обсудить, провести, если потребуются круглые столы. Поэтому давайте мы нормально, так как второе чтение предусматривает, сейчас примем поправку, установим срок месячный, чтобы мы сами могли обсудить, отправить в регионы, послушать мнение коллег из законодательных собраний региональных и тогда уже принимать законопроект во втором чтении с учетом всех поправок, взвести, все за и против. Спасибо. Владимир Михайлович Кононов. Комментарии к сказанному. Сергей Евгеньевич, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, к тому, что я сказал с трибуны, мне добавить нечего. Я могу только кратко повторить, что работа велась в июле, в августе и в сентябре. Не думаю, что кто-либо и какая-то организация или кто-либо личный из граждан предложили мне что-то такое, что поменяло бы концепцию законопроекта. Я абсолютно убежден, и более того, чем глубже я вникал в это время в законопроект, тем больше я осознавал, что все мы делаем правильно, и пусть ни у кого не будет сомнений на сей счет. Комитет сегодня отработает все поправки, мы приглашаем все фракции, конечно, и фразу КПРФ, тем более Дмитрий Георгиевич первый заместитель председателя комитета, и учтем все разумные предложения. Так что к завтрашнему дню будем готовы принять во втором чтении. Спасибо, Владимир Михайлович. Ставлю на голосование поправку, предложенную Дмитрием Георгиевичем Новиковым. Кто за то, чтобы поправку принять? Включите режим голосования. Покажите результаты голосования. Поправка отключена. Ставлю на голосование проект постановления в целом. Включите режим голосования. Я дам, дам слово, я дам слово. Покажите результат голосования. Постановление принимается. Поведение у Дмитрия Георгиевича Новиков. Сергей Николаевич Ришульский. Сергей Николаевич что захотел? Ну, вы нажимали кнопку. Это до этого я нажимал. Спасибо. Сергей Николаевич Ришульский. Я чисто по ведению, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич. Вы, как председательствующий, сейчас грубо нарушили регламент. В регламенте работы Государственной Думы одним из пунктов четко и ясно прописано, что материалы ко второму чтению или размещение в базе электронных данных проводятся не как правило, как в других, а четко прописано за три дня. Вы же нам предлагаете за 12 часов поставить на второе чтение. Сергей Евгеньевич, это ваше нарушение как председателя ведущего сегодня заседания. Это чисто по ведению. Спасибо. Николай Васильевич Коломинцев, по ведению. Уважаемый Сергей Евгеньевич, учитывая большую значимость этого закона и утверждение Кононова о том, что есть серьезные концептуальные разногласия с президиумом Академии и академическим сообществом, у нас в секретариате есть поправочка постановления о переводе этого закона в первое чтение. Мы просим его рассмотреть и проголосовать. Для того, чтобы можно было вот эти непоправимые разногласия исправить и нормальный закон принять. Спасибо. Четвертый вопрос в повестке. Проект постановления Государственной Думы о согласительной комиссии по федеральному закону об актуарной деятельности в Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Постановление принимается. Пятый вопрос. Во втором чтении голосуется проект федерального закона о внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято во втором чтении по ведению Коломенцев Николая Васильевича. Уважаемый Сергеевич, я предложил проголосовать за представленный в секретариат проект постановления. Вы его не заметили и пошли дальше. Но это неправильно. Николай Васильевич, но Вы не заметили замечания. Вам же сказал Иван Иванович, что переданный проект постановления не имеет заключения правового управления. То есть он не оформлен в установленном порядке, поэтому мы не можем его рассматривать. Поведение. Валентин Степанович Романов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, Вы понимаете, чем напряженнее дискуссия по крупнейшим, важнейшим проблемам, тем более четко должно все делаться. Депутат Коломенцев задал вопрос. Вы должны были, как ведущий, поставить на голосование. Значит, право большинства отвергнуть, это другой вопрос. Нельзя с нами так обращаться. Мы же понимаем цену того закона, который сегодня продавливается в такой форме. Валентин Степанович, я не имею права поставить на голосование проект постановления, который в установленном порядке не оформлен. Шестой вопрос повестки. О проекте федерального закона внесения изменения в статью третьего федерального закона об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Второе чтение. Включите режим голосования. Покажите результат. Законный проект принят во втором чтении. Седьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в статью двенадцатую федерального закона о противодействии коррупции. Включите режим голосования. Второе чтение. Покажите результат. Принято во втором чтении. Было предложение проголосовать в третьем. Будут ли желающие от фракции выступить по мотивам? Нет. Ставлю на голосование в третьем чтении. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. Восьмой. Проект федерального закона о внесении изменений в статью двадцать три точка двадцать один Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Второе чтение. Включите режим. Покажите результат. Принято во втором чтении. Девятый пункт повестки. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроект ранее был принят в первом чтении и предлагается профильным комитетом к отклонению. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы отклонить? Покажите результат. Решение принято. Далее голосовывается законопроекты первого чтения. Десятый вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Законопроект принимается в первом чтении. Одиннадцатый проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации. Включите режим голосования. Покажите результат. Принят в первом чтении. Двенадцатый проект федерального закона о внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Тринадцатый проект федерального закона о признании утратившей силы части 6 статьи 16 Федерального закона об оружии. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонен. 14-й проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон о добровольной пожарной дружине. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. 15-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона о днях воинской славы и памятных датах. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонен. 16-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 23 Федерального закона об аудиторской деятельности. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонен. 17-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим. Покажите результат. Законопроект отклонен. Следующий. 18-й проект федерального закона о внесении изменений в статью 4 Федерального закона о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонен. Данее голосуются два альтернативных законопроекта. 19.1. Проект федерального закона о внесении изменений в часть 1 статьи 12 Федерального закона о полиции. Включите режим голосования. Результат не показывайте. Покажите результат. 19.2. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 12 Федерального закона о полиции. Также включите режим голосования. Результат не показывайте. Менка напоминает, что он просил, как он проекте 15 часов. Как это будет? Соглашаем? Да, соглашаемся. Если ему удобно. Спасибо. Покажите результат голосования по пункту 19.1. Спасибо. Покажите результат голосования по пункту 19.2. Спасибо. Ставлю на голосование проект федерального закона, обозначенный в пункте 19.1. Включите режим голосования. Покажите результат. Оба закона отклонены. 20.2. Проект федерального закона о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Покажите результат. Законопроект отклонен. 21. Проект федерального закона о внесении изменений в главу 14 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Включите режим голосования. Покажите результат голосования. Законопроект отклонен. Владимир Михайлович Кононов ушел. Александр Юрьевич Синенко предлагал законопроект по пункту 3 поставить завтра на фиксированное время на 3 часа. Я прошу это учесть, если нет возражений у профильного комитета. Имеется протокольное поручение. Николай Васильевич Коломейцев, пожалуйста, микрофон. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Президент ведет бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Издано множество законов и подзаконных актов, ограничивающих возможности чиновников в коррупционных проявлениях. Однако есть губернаторы, которые пренебрегают требованиям президента. И 23 раза вот губернатор Ростовской области слетал на частном самолете в разные места. Это серьезное проявление. И мы просим комитет по безопасности запросить прокуратуре и следственном комитете, насколько полеты на частных самолетах за счет средств частных инвесторов соответствуют требованиям законов антикоррупционных, которые президент поставил во главу угла. Спасибо. Спасибо. Эрнест Абдулович Валеев. Сегодня действительно в повестке дня были заполнены 6, 7 и 18. за рассмотренные законопроекты направлены на совершение антикоррупционного законодательства. Но события, проверки которых просят коллеги, никаким образом не относятся к предмету рассмотренного законопроекта. Поэтому ссылка на соответствие поручения статьи 60 регламента несостоятельна. Если коллеги располагают достоверными фактами совершения коррупционных правонарушений губернаторам, то они вправе и в их гражданский долг обратиться в правоохранительный орган с сообщением о совершенном преступлении, которое будет проверено в установленном законном порядке. Комитет предлагает поручение отклонить. Ставлю проект поручения на голосование. Включите режим. Покажите результат. Проект поручения отклоняется. По введению Дмитрий Иванович Савельев. По вопросу номер 11 Савельев голосовал за. Для протокола. Спасибо. По введению Светлана Петровна Горячева. Уважаемый Сергей Евгеньевич, поскольку мы с грубейшим нарушением регламента сегодня переводили во второе чтение вот этот законопроект, который касается Российской Академии наук, скажите, пожалуйста, когда в информационной базе будут размещены материалы подготовлены ко второму чтению, поправки и так далее и тому подобное. Мы должны ознакомиться, если вы завтра собираетесь же рассматривать. Когда у нас будет на это время? Подскажите, пожалуйста. Спасибо. По введению Владимир Романович Родин. Да. Я хотел бы сказать, что по законопроекту Академии наук номер 3, я так понимаю, это Родин, Рульков, Семагин, Тычинин, Потомский, Потапов, Мамаев, Кумин, Кровец и Конников и Иванов голосовали против. Спасибо большое. Прошу передать это в секретариат и в секретариат участия. Коллеги, повестка дня рассмотрена полностью. Спасибо. Заседание завершено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин